Большее внимание кадрам для оборонно-промышленного комплекса. Сегодня на заседании правительства губернатор отметил, подготовку нужно начинать уже со школы. В частности, больше заниматься со старшеклассниками физикой и профильной математикой. А вузам продолжить плотное сотрудничество с промышленными предприятиями. О других темах заседания в следующем сюжете. Зовут меня Влад, родом я из Кирова, Вятский край. В юности принял решение, что буду военным. Видео с нашим бойцом облетело весь мир. Легендарный воин с позывным «Струна» оказался кировчанином. Ему присвоено звание Героя Российской Федерации. С рассказа о подвиге нашего земляка начал заседание правительства губернатор Александр Соколов. Мы с вами все можем гордиться тем, что Кировская земля – это родина героев. Здесь во все времена рождались защитники Отечества, которые с честью выполняли свой воинский долг. И современная молодежь ровно такая же, как это было во всех войнах, в которых участвовали жители нашего региона. Контроли работы продолжаются на наших подшефных территориях. Там назначен координатор. Им стал первый замглавы администрации Кирова-Чепецка Игорь Гагаринов. Игорь Александрович имеет большой опыт работы в органах местного самоуправления. Курировал различные направления, зарекомендовался грамотным управленцем. Надеюсь, что его работа в Запорожской области, в Веселовском поселении, поможет нам организовать более качественную работу там. Область тем временем расширяет список мер поддержки семей наших военнослужащих. Сейчас мер 28, а будет еще больше. Глава региона встретился с женами, матерями, сестрами бойцов и услышал их просьбы. В частности, всегда на контроле оперативная медицинская помощь. Организована передача сведений из районного военкомата комиссариата ответственному лицу медицинской организации о возвращении гражданина к месту жительства. Ответственное лицо в течение двух рабочих дней проактивно уточняет потребности военнослужащего в медицинской помощи и организует внеочередную запись на прием к врачам, на исследование, в том числе для оказания внеочередной стоматологической медицинской помощи современными материалами. Кроме того, обсуждается вопрос о выделении земельных участков семьям защитников и организация санаторно-курортного лечения не только для семей бойцов, но и для их родителей.